Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Realme провела свою презентацию, на которой представила для нас с вами свои новые, классные, флагманские, дизайнерские смартфоны линейки Realme 11. И в этом видео мы с вами посмотрим, какой получилась самая старшая модель в данной линейке, которая получила название Realme 11 Pro Plus. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Версии Pro и Pro Plus между собой похожи, но минимальные различия, да можно даже сказать не минимальные, а как минимум различия есть в блоке камер и они существенные. Но давайте обо всем по порядку. Данная новинка Realme 11 Pro Plus получила на свой борт классный AMOLED дисплей с немного загнутыми краями на 6,7 дюймов с разрешением Full HD Plus. 2412 на 1080 точек. Это 376 ppi. Частота обновления 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя 360 Гц. ШИМ 2160 Гц. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10 Plus и Dolby Vision. В сердце у нас, как и в средней модельке, располагается новинка от компании Mediatek. Процессор Dimensity 7050. По оперативной памяти все прекрасно, но здесь лишь один вариант. Он на 12 ГБ памяти. По внутренним накопителям здесь просто раздолье, все идеально. Варианты на 256, 512 и 1 ТБ памяти. А вот, к сожалению, поддержки microSD нет. Но мы уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям. Здесь у нас Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, датчик NFC в комплекте и выход USB Type-C. Сканер отпечатка пальцев располагается под дисплеем. Прямо из коробки новинка работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0. Габариты устройства 161,6х73,9х8,2 мм. Вес 183 грамм. Ну и в разговорах о данных смартфонах я не могу затронуть дизайн. Я уже вам рассказывал и инсайдерскую информацию про данную линейку, и про старшую модель, когда она вышла, и про младшую, вот теперь про самый флагман. Дизайн у данных моделей, ну просто великолепный. Специальный дизайнерский проект. Выглядит все это просто потрясающе. Вы только гляньте. Давно уже никто такого не делал. И вот Realme вдохнуло что-то новое. Это прямо глоток свежего воздуха. Выглядит еще раз, ну очень круто. Как вам свое мнение? Отпишите в комментарии к данному видео. Ну и раз мы заговорили с вами про дизайн, про заднюю стенку смартфона, то важно сказать, что на ней размещен блок камер в виде пончика, который состоит из трех модулей, основной из которых на 200 мегапикселей с апертурой 1,69. Угол обзора 85 градусов. Фокусное расстояние 22,9 миллиметра. Это датчик от компании Samsung Isosel HP3. И мы с вами знаем, что он имеет на своем борту оптическую стабилизацию изображения. И возможность записи видео 4К и 30 кадров в секунду. Далее широкоугольный модуль на 8 мегапикселей с апертурой 2,2. Угол обзора 112 градусов. Фокусное расстояние 15,9 миллиметра. И третий модуль для макросъемки. Он на 2 мегапикселя с апертурой 2,4. А на обратной стороне у нас располагается фронтальная камера. Она выполнена сверху по середине экрана в панч-холл вырезе на 32 мегапикселя с апертурой 2,45. Угол обзора 90 градусов. А за автономность новинки отвечает батарейка емкостью 5000 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки на 100 ватт. И здесь у нас еще одно существенное изменение по сравнению со средней моделькой. Дело в том, что батарейки-то у нас одинаковые по 5000 миллиампер часов, а вот скорость быстрой зарядки разная. В Pro версии 67 ватт, в Pro Plus у нас 100 ватт, как я уже сказал немного ранее. Итак, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Realme. Я вам напоминаю, крутой, флагманский, дизайнерский смартфон, который получил название Realme 11 Pro Plus. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. А сколько будет стоить? Отвечаю на поставленный вопрос. За базовую версию 12 плюс 256 производитель просит 290 долларов США. За версию 12 плюс 512 – 335 долларов. Ну и за самый топ и фарш 12 плюс 1 терабайт – 380 долларов США. Итак, друзья, вот такая новинка, вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Realme 11 Pro Plus? Своё мнение отпишите в комментарии к данному видео. Лично я не перестаю удивляться, восхищаться дизайном данных новинок. Как вам по дизайну, по характеристикам? Своё мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите на замену, какому смартфону планируете приобретать? Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока!